сегодня я снова хочу обратиться ко всем христианам приготовьтесь к 2024 это будет необычный год друзья всем привет роман савочка здесь и добро пожаловать наш тунда тиве несколько недель назад я уже снимал свой прогноз на 24 год но там я говорил больше о том что ожидает церковь в этом году более такой локальный прогноз сегодня в этом видео я хочу поговорить о глобальных вещах что возможно произойдет в двадцать четвертом году во всем мире смотрите 24 год очень важный год и может стать быть поворотным годом вообще в мировой истории я сейчас объясню почему впервые в истории мира в двадцать четвертом году выборы президентов произойдут в десятках стран некоторые подсчитали что 4 миллиарда человек на всей земле а сколько всех живет там 7 миллиардов больше половины возьмет участие в выборах президента вы можете просто представить каких странах могут произойти большие шифты и перемены это ключевые страны сша индия огромная страна мексика ну россия и возможно даже украина хотя наше правительство говорит что выборов не будет хотя в этом году должны были быть выборы также в украине поэтому от правителей очень много чего зависит от будущего мира кто станет президентами особенно в ключевых странах будет ли третья мировая или наступит мир будет ли новая пандемия или все таки мы избежим разных болезней будет ли всемирный голод который многие сегодня говорят или все таки будет изобилие самое главное будут ли гонения на христиан или наоборот будет пробуждение очень много чего зависит от повороту сегодня многие ну я бы сказал так званные пророки предсказывают и голод и третью мировую и даже знаете что я слышал некоторые пророки хотя эта библия запрещает предсказываю что будет восхищение церкви в двадцать четвертом кто-то в двадцать пятом кто-то вас восьмом но это это вообще отдельная тема но смотрите знаете что я заметил что очень часто перед большими какими-то там событиями которые происходят бог не предупреждает и ничего не говорит людям так хочется все говорить но чаще всего люди ошибаются бог не предупреждал нас о чернобыльской аварии бог не предупредил о развале ссср бог не предупредил о начале пандемии или даже войне в украине никто точно не сказал что начнется война тогда то готовки закупайтесь или еще что то почему бог так решает часто не говорить это его суверенное дело но мы как люди которые еще живем на земле мы можем вычислять некоторые события мы можем молиться за многие события и мы можем наблюдать поэтому сегодня в этом видео хочу поговорить о пяти глобальных событиях которые возможно произойдут уже в двадцать четвертом году и которые повлияют на мировую историю еще раз я оговорюсь это не пророчество это просто мои наблюдения и май мой можно так сказать прогноз но перед тем как мы начнем друзья если еще не подписаны на мой youtube обязательно подпишитесь друзья проверьте подписан или нет помогите мне распространить принципы царства божьего среди большего числа людей а также досмотрите это видео до конца помогите алгоритмом ютуба показать это видео большему числу людей и так номер один что я думаю подождите не сердитесь на меня просто выслушайте номер один что я думаю произойдет в 2024 это дональд трамп выиграет выборы президента соединенных штатов и сейчас объясню почему это важно независимо от того нравится вам вон или вы против него речь не в этом я говорю что это скорее всего произойдет почему это важно выборы президента сша повлияют сто процентов на ход событий в украине это все понимают это также повлияет на то каким путем пойдет америка будет ли дальше развиваться либерализм беззаконие там разные трансгендеры однополые или все-таки пойдет более консервативным путем ну на государственном уровне повлияет ли это на церковь потому что сейчас уже есть какой-то прэше давление на церковь там венчать там или еще что-то делать или церковь будет продолжать иметь полную свободу это от этого очень много чего зависит а также будет ли глоба мировая глобализация которую многие предсказывают и к этому идет весь мир сегодня есть много ну теорий заговора что весь мир сговорился все делают вместе есть люди антиглобалисты есть про глобалисты вот этот доводский форум и так далее эти все глобальные такие мировые эти поэтому выборы президента сша очень много чего зависит от этого причины почему я думаю что выиграет дональд трамп я объясню очень большой сейчас криминал в америке я сегодня буквально смотрел видео из сан-франциско заходит афроамериканец такой неспешной походкой в магазин apple я забыл сколько кажется 30 айфону сгребает себе за пазуху и свободно уходит все работники охрана смотрят на него никто ничего не делает только снимают самое смешное выходит на улицу там стоит полицейская машина он свободной походкой обходит машину садится в машину к напарнику который его ждал и уезжает это не воровство это гребежи и они сегодня ну распространены и люди эти знают им за это ничто не будет полиция вся виновата они ничего не будут делать и они просто грабят грабят в америку но это уже достало многих людей многие люди хотят порядка хотят ужесточить правила полиции хотят чтобы это все беззаконие прекратилось второе бесконтрольная мексиканская граница кто-то специально с правительства в последние четыре года разрушает америку открыл все границы все кто хочет приходите мне нужно вас проверять ваши болезни ваши истории знать если вы идете американское посольство вам задают много вопросов и по болезни и не останетесь ли вы где вы работаете вы там несете документы платите деньги а тут просто с любой страны валите и вас примут и когда я вот было я снимал видео в техасе губернатор захотел закрыть границу то президент байден запретил ему закрывать границу пусть будет открыто пусть миллионы людей переходит там кажется там почти миллион а там в месяц приходит людей нелегалов и это тоже достало очень многих людей количество бомжей которые на улице с каждым годом растет почему в оригоне в этом году там выделили если не ошибаюсь 600 миллионов на их нужды и знаете что это же ничего не поможет это просто отмывание денег я так понимаю что есть люди заинтересованы в том чтобы и они были на улице их было много и они были всегда чтобы отмывая деньги это тоже многих достало и естественно рост инфляция рост цен инфляция и так далее многие проблемы поэтому я думаю что дональд трамп выиграет президента соединенных штатов в этом ноябре номер два что я думаю произойдет в мире глобальное в украине закончится война во втором полугодии 24 года я сейчас объясню почему почему потому что как я сказал если войну выиграет трамп вся ситуация может резко поменяться в глобальном мире глобальная экономика вот это все это может сильно повлиять дело в том что президент бывший президент трамп он несколько раз заявлял что войну остановит за 24 часа я не знаю какие в него методы я не знаю что он имеет ввиду я не знает хочет ли он делить украину или не делить украину я не знаю он никогда не говорил об этом но он об этом заявлял поэтому случится ли это за 24 часа это случится за месяц в каких этих мы не знаем но я так предполагаю что если власть америке поменяется война может закончиться знаете что от американской помощи много чего зависит и я думаю они как-то могут разговаривать с президентом украины решать более какие-то глобальные дела от которые сейчас у нас это закрыто кстати я несколько видео делал видео 5 наверное призывал пророку сказать когда закончится война и в каких границах будет подписан договор пока ни один не отозвался потом уже задним числом будут все говорить мы знали нам бог открыл сейчас есть возможность напишите мне я проведу с вами интервью вы знаете что в старом завете бог чаще всего предсказывал не начало каких-то плохих событий а их окончание поэтому бог промолчал про начало войны я верю что бог хочет сказать про конец войны но пока никто не слышит его голоса и никто не знает и не может это сказать еще раз если вы знаете ваша церковь знает день когда закончится война где будут границы нарисованы напишите мне я с вами проведу интервью номер три что возможно произойдет глобальное во всем мире это возможен раскол католической церкви смотрите в католической церкви на данный момент было два больших раскола первый в 1054 году когда православная церковь отделилась от католической причины там вообще смешные я хотел делать отдельное видео причины раскола 54 года там просто смешные видео первый от кого исходит святой дух католики говорили от отца и сына православные только от отца нужно ли брить бороду священникам можно ли жениться священникам такие чисто мелочи они за этого поссорились и разошлись причину ну нету причины настоящей просто раскольники разошлись друг от друга второй раскол был в 1517 году когда протестанты отделились от католиков мартин лютер он был же священником кальвин и цвингли до этого понимаете но здесь уже причины были реальные это было вынуждено то не было просто такое от кого исходит святой дух это было реальные причины почему грешная жизнь священнику в то время и католическая церковь ничего не делал у папы самого было много внебрачных детей продажа интеллигенции люди покупали себе спасение на небесах это было против библии коррупция в церкви аморальность и протестанты посмотрели что нету выхода мартин лютер отделился не так из-за доктрин как из-за греховной жизни и утопии в которой находилась католическая церковь я считаю это был очень правильный шаг очищение церкви и благодаря мартин лютеру кальвину цвингли анабаптистами другим мы сегодня можем свободно собираться и познавать бога понимаете можем напрямую общаться было внесено очень много разных правильных доктрин но почему я думаю что возможен новый раскол третий в истории католиков об этом кстати пишут сами католики уже это просто что то в двадцать третьем году папа римский но это говорят не папа там какой-то кардинал извращенец есть он предложил папе новые законы папа их утвердил например благословлять однополые браки уже утвердили давать крещение трансгендерам а вам в католиков крещение это спасение крестные отцы могут быть трансгендерами то есть две женщины пришли крестить одного ребенка или два мужика он считает что он она вы понимаете в чем в чем дело и это новые законы папы не понравились многим католикам начались большие бунты в африке и папа даже успокаивал и там ему угрожал что-то в латинской америке и даже я читал как один католический священник в италии говорит на этого папу что он уже папа из-за того что он разрешила все эти вещи смотрите если же в двадцать четвертом году этот кардинал его кстати не сняли он примет еще какие-то новые законы например что священникам могут быть трансы например женщинам же нельзя быть священниками но они скажут если женщина будет называть себя мужчиной тогда можно они могут к этому дойти если они трансгендерам дают крещение они могут трансгендеру ставить на священников из и женщины смогут стать священниками если они придумают что они мужчины понимаете или будут уже там венчать однополых сейчас благословляют будут венчать или продвинут разные другие извращения думаю это может треснуть это может треснуть разве что они уберут этого папу или папа покаяться за то что он сделал но смотрите сейчас в америке на протяжении нескольких лет произошло несколько крупных расколов методисты раскололись из-за венчание гей браков лютера не раскололись и многие другие деноминации это сейчас очень горячий этот если это будет продолжаться у католиков может случиться третий большой раскол и номер четыре что может случиться в глобальном мире это появится новая мировая религия в двадцать четвертом году сейчас объясню смотрите во времена антихриста библия ясно говорит что будет одна религия не одна она будет одна легальная а кто хочет богу поклоняться по-настоящему это будет подпольно нелегально то есть будет официальная и будут люди поклоняться неофициально настоящие христиане но религия новая не появится за один день за один год возможно десятилетия нужно чтобы создать новую религию но начнут ее создавать заранее за десятки лет до прав до появления антихриста и это уже началось смотрите я снимал отдельное видео что двадцать третьем году полгода назад в марте в арабских эмиратах открыли внимание храм новой мировой религии а именно четырех религий трех религий мусульмане и католики иудаизм они построили три храма и это было такое пышное открытие но это еще не все в ноябре президент россии объявил чтобы точно такой храм построили мировых религий в москве только добавили еще буддисту и мы об этом 20 лет назад даже не могли подумать что все религии будут объединяться и христиане с буддистами с мусульманами будут иметь одного проповедника будут молиться в одном здании вы представляете себе что такое и это скоро произойдет в россии я думаю эта тенденция будет набирать обороты и я думаю следующая страна которая об этом объявит будет китай там построят тоже храм всех религий плюс добавят туда еще коммунизм а почему это говорю китай уже объявил редакцию библии они хотят отредактировать библию чтобы повыкидать некоторые стихи и добавить стихи чтобы они были согласованы с партией коммунистическую чтобы она хвалила библия партию это сейчас уже происходит вы можете это прогугли поэтому я думаю что в разных странах будет такое экуменическое движение и мы должны к этому приготовиться и номер пять что возможно произойдет хотя я надеюсь что не произойдет возможно об этом просто пишу может появиться новый вирус который намного хуже к вида и будут последствия намного хуже смотрите в надаводском форуме последним обсуждали новую болезнь даже далее название x это в твиттера стощили по прогнозам в ооз болезнь икс может вызывать в 20 раз больше смертей чем ковид и может убить 50 миллионов человек это я вам цитирую что они говорили на глобальном этом форуме откуда они знают почему такая идея поднимается на глобальных формах уже есть название болезни сколько людей убьет будет ли она сильнее или слабее откуда вы знаете у вас есть данные которых у нас нету у вас есть секретная информация в чем дело мне интересно смотрите я когда начался ковид снимал видео у меня даже youtube за это там наказывал что я сразу утверждал что это не просто появилась ниоткуда болезнь там от мышей ли от крыс это штучно сделано я не знаю сбежал он из лаборатории специально или нечаянно это третий вопрос я не знаю я не буду утверждать но то что его вывели где-то в лабораториях это было понятно с первого дня просто он возможно сбежал оттуда может может специально сбежал мы не знаем смотрите и сейчас они сидят и рассказывают нам что может и будет болезнь она так называется она сильнее в 20 раз откуда вы знаете что в 20 раз а не в 30 или не в 10 у вас она уже есть или что очень серьезные вещи и билл гейтс предупреждал великий пророк билл гейтс он кстати как придут предсказал первую пандемию и он сказал что 24 25 год будет возможно новая пандемия а билл гейтс точнее предсказывает чем многие пророки поэтому нужно готовиться но друзья я не хочу никого страшить мы можем молиться и чтобы этого не было понятно что смотрите дьявол понимает что ему немного времени осталось править скоро он будет связан поэтому чем ближе к второму пришествию дьявол будет больше бунтовать и больше насылать всего плохого но мы должны волноваться и переживать в это время написано когда будет усиливаться тьма будет усиливаться свет я верю что последнее время церковь будет выходить на новый уровень будет больше пробуждений по странам больше людей будет сближаться с богом церковь будет освещаться просыпаться от греха где нужно не думал что никогда что когда-нибудь такое скажу церковь разделиться яков методистов лютеран и католику святые отделятся они захотят быть с грехом нас ожидает ближайшее время очень много интересных вещей поэтому мы должны приготовиться